Приближается праздник 1 мая – День солидарности трудящихся. И в преддверии этой праздничной даты по уже сложившейся традиции происходит обновление районной доски почёта, на которой размещаются фотографии людей, чьими успехами и достижениями может гордиться весь район. Доска почёта. Здесь размещают имена и фотографии людей, которые добросовестно и честно трудятся на благо родного района. 20 фамилий, 20 примеров для подражания. Директор сельского дома культуры «Худро Прикубанского» Светлана Хрипун в отрасли работает более 36 лет. Для неё быть размещена на доске почёта значит получить высокую оценку не только своего труда, но и всех жителей Прикубанского. Доска почёта – это, конечно, уважение к человеку, к его профессии. И просто как к человеку, который вносит какой-то определенный клад в развитие нашего Славянского района. И, конечно, доска почёта для меня – это и работа моего коллектива, это спасибо жителям Прикубанского сельского поселения за то, что принимают активное участие во всех наших просьбах, и участники художественной самодеятельности, и дети, взрослые, и все те, кто, конечно, причастен к культуре. На доске почёта также размещена фотография заслуженного тренера России, тренера отделения академической гребли спортивной школы «Изумруд» Валентины Стукловой. За последние три года работы в должности тренера привлечено к занятиям более 300 детей и подростков Славянского района. Её воспитанники добились высоких результатов на краевых, всероссийских и международных соревнованиях. За свои достижения Валентина Михайловна награждена почётной грамотой краевой администрации. И вполне закономерно, что именно она удостоена чести быть размещенной на доске почёта. Для меня лично это высокая оценка работы всей нашей команды. Мы здесь работаем 10 лет. За 10 лет у нас очень высокие результаты. У нас есть чемпионы Европы, чемпионка мира, у нас есть призёры России, победители первенства края и чемпионаты края. И то, что сегодня я буду представлена на этой доске почёта, это говорит о высокой оценке нашего труда, всей нашей команды. Это оценка труда наших детей, которые привозили нам медали с международных, российских и краевых соревнований. Спасибо большое. По уже сложившейся традиции, накануне Дня трудящихся в районной администрации был проведён торжественный приём. Для тех, кто занесён на доску почёта. Глава муниципалитета Роман Синеговский поздравил собравшихся с таким замечательным событием в их жизни. Это те люди, кто прославляет Славянский район. Это яркие личности, труженики, на примерах которых мы сегодня уже готовим и учим подрастающее поколение. И чем сильён Славянский район? Он сильён своими скрепами, как Николай Павлович Петропавловский сказал, что у нас есть преемственность, есть школа наставничества. И я считаю, что это очень важно. Благодаря этому, наверное, вот мы как-то держимся друг друга. А самое главное, у нас многое получается. И в экономическом развитии, и в социальном развитии. И я считаю, это благодаря труду каждого из вас. Разные люди самых разных профессий. Врачи, учителя, работники сельского хозяйства, воспитатели, спортсмены, специалисты коммунальных служб. Все они настоящие профессионалы своего дела, работающие для процветания родного района. Вы сегодня войдёте в историю района как созидательный, как внешний большой вклад в развитие нашего района. Вот сегодня за этим столом люди различных профессий, различных категорий иерархов, простые рабочие. И депутат законодательного собрания присутствуют здесь. Но все вы горели тем, чтобы сделать для района всё лучше и лучше. И вот говорят, наш район процветающий. Процветающий благодаря вам, таким людям, которые живут, трудятся на славянской земле. Одной из тех, кто был удостоен чести быть размещенной на районной доске почёта, стала депутат законодательного собрания края, руководитель предприятия «Славпром» Жанна Беловол, которая в своём выступлении поблагодарила за такое доверие и ещё раз подчеркнула, что это не личная заслуга человека, а всех людей, кто его окружает, помогает, поддерживает, учит. Это не только наша заслуга. Это, конечно, мы все свои дела и поступки перемеряем. Эти устои, которые у каждого из нас в душе, которые заложили наши родные и близкие. Но нас сделали не только мы сами, нас сделали те люди, которые нас окружают. Поэтому вот эти почести, вот эти заслуги – это огромное слово благодарности. Я хочу сейчас сказать, конечно, своему коллективу прежде всего. Я хотела бы сказать администрации и города, и района, и своим коллегам. Мы любим ту профессию, которой мы занимаемся, потому что мы с удовольствием делаем свои дела. И поэтому, наверное, как говорят, мечтал ли ты для чего-то достичь? Ты не мечтал, просто ты делаешь свое дело, а люди это замечают, и люди тебе воздают. Поэтому спасибо всем огромное. В адрес приглашенных на прием было сказано много добрых и теплых слов. Артисты городского Дома культуры создали праздничное настроение, исполнив всеми любимые песни. Затем состоялась церемония награждения участников приема. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие муниципалитета им были вручены благодарственные письма главы района и памятные подарки. В конце мероприятия участники приема сфотографировались около доски почета, где размещены их фотографии. Здесь они будут находиться один год, чтобы каждый славенец, проходя мимо, мог увидеть лучших тружеников района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».